Продолжение следует... Утверждение. И теперь нам осталось по поводу интеграла Риммана последняя тема, и я надеюсь, что мы ее прямо за сегодняшнюю лекцию и обсудим. Значит, и тема эта называется «Несобственный интеграл Риммана», но только кратный. Значит, давайте напишем «Многомерный несобственный интеграл Риммана». Сразу должен сказать, что это совсем не то же самое, что одномерный интеграл. То есть так устроена жизнь, что в одномерном случае определения не совпадут. Поэтому будьте внимательны, нельзя думать, что это вам здесь поможет что-то из одномерного случая, какая-то интуиция. Значит, пусть Е произвольное подмножество РН, например, все РН. В частности, можно Е, равное всему РН. Никто не говорит ни про допустимость этого множества, ни про ограниченность, вообще не про что, любое подмножество. Набор допустимых множеств ЕН, таких, что ЕН содержится в ЕН плюс 1, и объединение по Н ЕН, это Е, то есть неубывающий набор, значит, вложенные они друг в друга, такое, что в объединении дает все Е, называется исчерпанием. Множество ЕН. Ну, что себе можно представлять, например, следующее. Если у нас множество Е, это все РН, а ЕН, это, скажем, круги радиуса Н. Значит, вот допустимые множества, да, каждое следующее содержит предыдущее, и в объединении дает все. Вот пример исчерпания. Значит, на самом деле, ну, может быть, исчерпание и в случае ограниченной области. Скажем, еще один пример, тоже типичный, с которым вы можете сталкиваться. Значит, второй пример, скажем, такой. Вы берете в качестве Е шар без центра, а в качестве ЕН-ных выбираете вот такие множества. Такие кольца. Да? Иксы на расстоянии больше, чем 1Н, наименьше единицы от нуля. Вот. Опять что получается? Исчерпание, но уже вот здесь вы все РН исчерпывали расширяющимися кругами, а здесь вы круг радиуса 1 исчерпываете вот такими колечками, дополнениями. Понятно, да? Значит, вот у вас первое, а вне вот этого второе, ну и так далее. Понятно, что это не единственный способ исчерпывать, вообще их очень много. И никто не говорит, что это должны быть именно вот такие, прям вот расширяющиеся, как выглядят, как круги или там кубы. Можно как угодно. Скажем, исчерпать прямую можно разными способами. Вот берем в качестве Е прямую R. Р, да, скажем, ну или даже давайте лучше R с плюсом, это лучше от нуля до плюс бесконечности. Как можно исчерпать это множество? Ну, например, можно исчерпывать вот так. Это один способ. Понятно, да, какой такие интервалы расширяющие? А можно это делать совсем по-другому. Можно, например, разбить на единичные отрезочки, и дальше исчерпывать, ну или там полуинтервалы, чтобы они не пересекались, и дальше исчерпывать так. Взять, скажем, сначала все, ну там до десятого, через один. Потом к ним добавить один такой. Потом опять продолжить через один до двадцатого. Потом к ним добавить вот такой. Потом добавить опять все через один до тридцатого. Потом добавить следующий. Понятно, да? Это тоже исчерпание. То есть, в общем, исчерпывать можно многими-многими способами. И, значит, у множества есть много исчерпаний, если только это не множество из одной точки. Значит, давайте теперь определение собственного интеграла. Собственное определение, не собственного интеграла. Значит, пусть функция f отображает E в R. Если для всякого исчерпания E, N-ными. Множество E. для которого f интегрируемо на каждом E, N-ном, существует предел при n стоящей бесконечности по множеству E, N, f от x dx, и этот предел не зависит от выбора такого исчерпания, то этот предел называют несобственным интегралом Риммана по E, то этот предел называют несобственным интегралом Риммана от f по E и обозначают ну, как обычно. интеграл по E, f от x до x. Значит, смотрите, здесь такое сложное определение. Что в нем сложного? Мы не любые исчерпания берем, а только такие, чтобы на каждом E, N-ном, f интегрировалось. Ну, какой-нибудь примерчик можно рассмотреть, скажем. Скажем, возьмем интервал от минус 1 до 1. Возьмем функцию f от x. Она будет устроена так. Значит, ну, например, 1 на корень из модуля x, когда x не 0, и f от 0 это, ну-ка, что хотите, 0, например. Функция всюду определена, все с ней хорошо. 0 не выброшен. Значит, и мы начинаем исчерпывать это. Значит, смотрите, ну, очевидно, не любое исчерпание годится. Почему? Значит, например, ну, какие исчерпания не годятся? Ну, понятно, какие. Скажем, ну, просто исчерпания, в которых все E, N-ные, это сам интервал. Функция, это допустимое множество, значит, тут нельзя выбрать E, просто равными интервалу от минус 1 до 1. Ну, функция неинтегрируема по имену, правда, она неограничена. Но при этом можно взять исчерпания вот такие. Скажем, 0 объединить вот с таким, значит, скажем, ну, вот с множеством X из интервала от минус 1 до 1, таких, что модуль X больше 1, N-ный. По этому множеству все отлично интегрируемо по имену. Понятно, да? Ну, точка 0, она вообще ни на что не влияет. F от 0, 0. И это исчерпание, несомненно. Несомненно, они вложены и дают все от минус 1 до 1. Но вот здесь F интегрируемо. Понятно, да? Значит, ну, в многомерном случае можно более экзотические примеры, менее экзотические примеры, наоборот, придумать, ну, и более экзотические тоже. Вот. Значит, но тем не менее видно, что, в принципе, никто не застрахован от того, чтобы по каким-то исчерпаниям функция была интегрируема, а на каких-то исчерпаниях нет. Так вот, смотрите, в определении заложено, что мы рассматриваем исключительно те исчерпания, где на каждом е-нном функция по честному по честному интегрируемому по имену. Теперь, это первый нюанс, который надо иметь в виду. Значит, второй нюанс. Обратите внимание, что требуется, чтобы по каждому такому исчерпанию этот предел был один и тот же. То есть, вы берете одно исчерпание, на котором можно написать такую штуку, берете другое, а ответ должен быть один и тот же. И только в том случае, когда так произошло, вы получаете величину, которую называют интегралом, не собственным интегралом Римона по всему РН. Понятненько, да? Значит, обратите внимание, что это совсем не то же самое, что было в одномерном случае. Давайте вот сразу разберемся с тем, что это определение, это совсем не то же самое, что в одномерном определении. Вот смотрите, значит, возьмем самый такой типичный случай одномерного, значит, отличие от одномерного определения. Значит, что у нас такое интеграл от нуля до плюс бесконечности от функции f от x, которая на каждом вот таком отрезочке хорошая функция. Мы знаем, что интеграл от нуля до плюс бесконечности f от x до x это просто-напросто предел при c стремяющийся плюс бесконечности интегралов от нуля до c f от x до x. То есть, что здесь делается? Берется исчерпание вот такими вот множествами, правильно? И утверждается, что по всякому такому исчерпанию, ну, это то же самое вот так сказать, или сказать, что предел погейный, да, существует. То есть, можно говорить, что есть последовательность цен, для всякой последовательности цен, уходящей в бесконечность, существует соответствующий предел. Что это означает? Значит, вы взяли такие вот возрастающие последовательности таких промежутков, да, которые исчерпывают ось. Теперь, смотрите, это вот то, что было раньше. Теперь, что говорится сейчас? что по всякому исчерпанию, по всякому исчерпанию должен быть один и тот же предел. А здесь исчерпание очень конкретного вида. Ну, давайте какой-нибудь пример придумаем, чтобы было важно, как исчерпывать. Чтобы, например, по таким исчерпаниям все было интегрируемо, а по другим уже нет. Давайте какой-нибудь примерчик соорудим. Ну, должно, наверное, быть похоже что-то на теорему Рима, на перестановке суммы ряда, да, условно сходящегося. Скажем, вот возьмем такую функцию, вот от нуля до единицы, чтобы была единичка. Потом, чтобы была минус одна вторая. Потом, естественно, одна третья. Ну, и так далее. Минус одна четвертая. Ну, такая, да? Значит, ясно, что эта функция, что интегрируема от нуля, до плюс бесконечности f от x до x в обычном определении, как раньше, это просто сумма по n от единицы до бесконечности минус один в степени n-1 на n. Это отлично сходящийся ряд. И когда вы начнете выбирать вот такие вот исчерпания, вы просто будете брать частичные суммы этого ряда фактически. Понятно? Теперь посмотрим, а если мы устроим исчерпание по-другому, а именно так, как велит Тиаэма Риммана. Будем сначала брать те отрезочки, в которых положительные входят. Правда? До тех пор, пока не перейдем, какое вам нравится число. Потом будем добавлять в нем отрезочки по порядку, которые отрицательные. Опять, пока не перейдем это число обратно. То есть, будем действовать так, как мы действовали в теореме Риммана о перестановке членов условно сходящегося ряда. Понятно, что в итоге по этому исчерпанию интеграл пойдет к чему я захочу. Видно, да? Значит, выбирая исчерпание так, как в теореме Риммана о перестановке перестановки условно сходящегося ряда можно получить любое значение предела. То есть, в нашем нынешнем определении гораздо больше ограничений на функцию f, чем это было раньше. И вот это надо иметь в виду, что теперь определение стало более мощным. И раньше у нас были отличия. И был условно сходящийся и абсолютно сходящийся. Правда? Значит, в многомерном случае при этом определении таких отличий уже не будет. Мы это доказывать не будем, я просто в конце лекции это объявлю как утверждение без доказательства, что интеграл будет сходиться тогда и только тогда, когда будет сходиться интеграл от модуля. Ну, в разумном предположении, что f устроено так, что на исчерпаниях у них одинаковый запас исчерпаний, где и модули f и f интегрируемы. Вот если у вас, так сказать, ну, потому что взятие модуля, как вы знаете, может улучшать функцию. Так вот, если у вас f и модули f у них одинаковый запас исчерпаний, и вы знаете, что интеграл от f сходится, то из этого будет следовать, что сходится интеграл от модуля. И это вот здесь уже можно осознать, почему так произойдет. Понятно, да? Потому что если есть исчерпания, где так не происходит, то уже можно пытаться состряпать вот такие же рассуждения, как здесь, чтобы привести интеграл к любому наперед за одному значению. Мы не будем это проделать, потому что какая-то такая возня, непонятно с чем, но надо иметь в виду, что вот в этом случае мы получили нечто гораздо более ограничительное. Теперь возникает естественный вопрос, что при таком определении как с ним работать? Ну вот хорошо пообсуждать разные примерчики там, посмотреть что-то, ну а как работать, когда проверять любые исчерпания? Вы же видели, они совершенно диковинные. Это что же теперь, надо по каждому такому исчерпанию писать интеграл и смотреть, что получится? Это первый вопрос. Второй вопрос тоже не менее важный. А слушайте, а вот если у меня изначально было допустимое множество, и я его типа, ну исчерпал чем-то допустимым, функция была интегрируема. Это определение-то даст предыдущий интеграл? Или что-нибудь новенькое получилось? Вот давайте с этими вопросами и разберемся. Значит, начнем, наверное, с первого вопроса. Получилось ли что-нибудь новенькое? Ну, ответ, конечно, благополучный, ничего нового не получилось. Вот. Но для этого нам потребуется вот такая лемма. значит, пусть Е допустимое множество, допустимое множество, и ЕН это его исчерпание. тогда предел приностраняющей бесконечности объемов ЕН совпадает с объемом Е. Ну, давайте докажем. Ну, кажется, что тут доказывать? Смотрите, ЕН объемные же вложены, так, а их объединение это все Е. Так, ну, должно же так быть, что оно будет стремиться, к чему надо. Вот. У вас даже есть, наверное, утверждение такое, называется непрерывность меры или бега, там, или просто непрерывность меры. Вы знаете, что для правильного определения объема это просто немедленное следствие того, что этот объем сигма аддитивен. Вот. Но мы-то с вами пока еще до такой науки не доросли, это у нас, если все повезет, в пятницу уже будет эта наука. А пока у нас с вами объем обычный, жарданов. И у нас никакой сигма аддитивности нет. У нас есть только обычная аддитивность. И мы не можем так вот взять, махнуть руками и сказать, ну, это вот очевидно, что. поэтому у нас видите отдельные утверждения. Но кое-что можно сразу сказать. Во-первых, объемы точно не убывают. Правда? И точно ограничены. Поэтому что можно сразу сказать? Можно сказать, что предел этих объемов он не превосходит. Он существует, несомненно. и он не превосходит объема Е. И все, что мы хотим доказать, что он на самом деле в другую сторону неравенствует, что он сверху оценивает объем Е. То есть вот эта оценка, она сходу получается. Теперь давайте вспомним, а что такое допустимое множество? Это ограниченное множество, у которого граница имеет меру 0 поле бегу. Правильно? Значит, так как Ен и Е допустимые, то существуют такие допустимые множества множества дельта n и дельта и не просто допустимые множества, а это открытые множества, которые состоят из конечного числа числа кубов. Значит, такие что? Их объемы. Объем дельта n уменьшили бы равно эпсилон на 2 в степени n. только на 2 в степени n. Объем дельта меньше эпсилон и дельта n закрывают собой границу. Содержат границу n, а дельта содержит границу e. Почему такие есть? Ну, смотрите, граница множества это замктое множество. Правильно? Но дополняет два открытых внутренности и внешности. Значит, но множество ограниченное, его граница это замктое ограниченное множество. То есть, что? Компакт. С другой стороны, что такое замктое ограниченное? Что значит, что оно меры 0? Его можно покрыть открытыми кубами, так что сумма их объемов меньше наперед за 1 эпсилон. Но из этого покрытия можно всегда что сделать? Из-за компактности выбрать конечное подпокрытие. Вот так и получились дельта n и дельта. Понятно, да? Мы закрыли границу кубами, так что их сумма объемов была меньше эпсилон, ну или эпсилон на 2 в степени n. А потом, используя компактность, оставили от них только конечный набор. А конечное объединение кубов это допустимое множество. мы знаем, что такое их объем и тем самым получили, что мы открытыми множествами а маленького объема закрыли границы. теперь сразу отсюда можно вот что сказать, что если я n объединю с дельтой n и объединю с дельтой, то очевидно, что это открытое множество. Давайте подумаем, будет ли это открытым множеством. Ну, если я взял точку из n и эта точка внутренняя, ну, отлично. Если эта точка из n и эта точка граничная, то тогда эта точка где лежит? В дельтой n. Правильно? Но там она лежит с некоторой окрестностью, потому что дельтой n это открытое множество. Ну, а если я беру точки и просто из дельтой n или из дельта, они очевидно входят в это объединение с крестностями. Значит, все точки этого объединения входят туда с окрестностями. Но это и так понятно. У меня было какое-то допустимое множество, а потом я просто наклеил полоску такую на границу. Открытую полоску. Я считаю, что я получил просто открытое множество. Каким свойством обладают эти открытые множества? Они покрывают множество e, но не просто множество e, а замыкание множества e. Замыкание это что у нас такое? Границу добавляем. Значит, вот e с чертой, давайте я напомню, это e, объединенное с границей e. Так вот, e с чертой содержится в объединении по n вот таких вот множеств e, объединенное с дельтой n, объединенное с дельтой. Ну, это очевидно. Ну, про само множество e это почему очевидно? Потому что оно просто содержится в e. А почему это очевидно про e с чертой? Потому что граница содержится в дельта. Поднимите руку, кто это понял. Теперь вот это компакт. А значит, можно выбрать конечное подпокрытие. Значит, я могу считать, что это вот у меня просто по всем n можно считать, что n меньше либо равно некоторого n большого. Ну, а теперь давайте посмотрим, что же это все означает. Если можешь считать, что n меньше либо n большого, то это значит, поскольку n вложенные, то я могу все эти n заменить просто на самое что? Огромное, самое большое, n большое. то есть итак, e содержится в значит, в чем оно содержится? Вот в чем оно содержится. n большое объединить с объединением по k от единицы до n большого дельта и объединить с дельтой. Понятно, да, почему я не стал n повторять? Я просто вместо каждого из них взял самое большое. Они все здесь учтены. Так, поднимите руку, кто это понял. Хорошо. Ну, и отсюда уже все. Тогда объем e не превосходит суммы объемов, а именно объема n плюс сумма объема в дельта катах. Но сумма объема в дельта катах я заменю просто как сумму пока epsilon разделить на 2 в степени k плюс epsilon это объем дельта. Ну, и теперь получилось, что для достаточно большого n, то есть для достаточно больших n объем e не превосходит объема e n плюс 2 epsilon. Теперь, поскольку для всех достаточно больших n так, то можно устремить n бесконечность. И у нас получится, что e n объем e не превосходит предел при настоящей бесконечности объем e n плюс 2 epsilon. Ну, а поскольку epsilon любое, то устремляя epsilon к нулю, получаем неравенство в обратную сторону, что не объем e оценивает предел объемов e n, а наоборот. Опять же, зачем, ну, здесь некоторые технические детали есть. Фишка в том, почему мы эти детали проделываем связан только с одним. У нас с вами объем это такая несовершенная еще штуковина. Это обычный Жорданов объем. Значит, может, конечно, возникать вопрос, а зачем так мучиться? Ну, читайте сразу правильную науку и не мучайте никого своей средневековьем. Значит, есть некоторый набор аргументов, который объясняет, почему надо читать интеграл Риммана обязательно, и нельзя сразу читать интеграл Лебега и типа сказать, говорить, что мы все очень крутые. Значит, аргументов несколько. Первое, экспериментально установлено, что людям, которым не читался интеграл Риммана, они так и не узнали, что такое интеграл вовсе. Причем, экспериментально установлено не только здесь, но и в разных других местах. Это периодически люди устраивали почти во всех приличных местах, где читается математика. Там и в Принстоне, и там в немецких университетах разных, где только это не делали. Целые курсы выходили, итог был плачевный. Специалисты пришли к мнению, что надо хоть что-то читать про Риммана, Потому что это некий элементарный взгляд на то, как устроен объем многомерный. Он очень естественный, и это то, что легко осознается. Второй аргумент состоит в следующем. Конструкция Риммана появляется во многих приложениях, например, в геометрических. Когда вы будете на дифференциальной геометрии, ну и здесь уже в конце семестра, интегрировать всякие формы, и там смотреть, ну просто писать некие, скажем, физические величины, выписывать в виде интегралов, работу, там, я не знаю, массу чего-то, и так далее. У вас, естественно, будет возникать именно интеграл Риммана, а не интеграл Лебега. Поэтому эта конструкция, она все время появляется, и надо знать, что с этим делать. Нельзя все время говорить, ну там была какая-то теорема, которая говорила, что они когда-то совпадают, что совпадает, где в другом случае вас интересует даже не сам интеграл, а вы получаете Римманову сумму и должны знать, к чему она сходится. Вот по этим двум причинам интеграла Риммана не опускается из курса, а читается отдельно. Ну и кроме того, что в нем действительно многие вещи получаются очень элементарными, а про вещи про интеграл Лебега часто можно сказать, ну а теперь правильным предельным переходом получим их из того, что доказали для Риммана. Значит, это по поводу того, какие вот мучения здесь некоторые вы претерпели, чтобы доказать эту Лему. Значит, имея на руках эту Лему, можно уже доказать утверждение о том, что ничего нового по отношению к обычному кратному интегралу мы не получили. Значит, теорема, если E допустимое множество и F интегрируемое на E по Римману, то для всякого исчерпания EN предел равен стремящейся бесконечности интегралов по EN F DX равен интегралу по E F DX. Значит, доказательство. Обратите внимание, что мы фактически уже в Лемме доказали это утверждение для случаев, когда F единичка. Значит, ну, как доказывать? Ну, надо взять разность того, к чему стремимся и того, что стремится и оценить. Ну, как это оценить? Ну, привести сначала по аддитивности к одному интегралу. вы понимаете, да, что EN они внутри E лежат. Значит, по аддитивности это будет интеграл по E без EN F DX. Теперь оцениваем это все как обычно. Модуль вносим внутрь, F заменяем максимумом, ну, или супреумом, уже даже по всему множеству E. А здесь остается что? Объем того, почему интегрируем. А что это за объем? Это объем E минус объем EN А это по Лемми стремится к нулю. По Лемми. Вот и все обоснование. Значит, ничего нового тем самым в этом случае наше определение не дает. Если функция уже была хорошая интегрируемой, то, ну, вот и множество было допустимым, то, значит, ничего нового вы не получили. Теперь второй вопрос, которым мы озадачились. А все-таки всегда ли надо проверять все исчерпания? Или можно обойтись только одним, но каким-то там самым правильным? Или еще как-то? Это мы узнаем после перерыва. Что всякое ли исчерпание нужно проверять или нет? Ну, вот замечательным образом оказалось, что если подинтегральная функция не отрицательна, то достаточно для какого-нибудь исчерпания доказать, что все окей. И тогда все будет хорошо для всякого исчерпания. Вот такая ТАЭМа. пусть Пусть F отображает E в R и F неотрицательно. Если существует исчерпание E E N такое, что предел по этому исчерпанию существует и конечен, то существует несобственный интеграл по множеству E F dx. Ну, естественно, он равен этому пределу. Значит, оказывается, что для существования несобственного интеграла от неотрицательной функции достаточно проверить, что он есть лишь по какому-то исчерпанию. И это, конечно, сильно облегчает всю деятельность. Ну, и делает это определение хоть как-то осознанным. Что надо проверить? Надо проверить, что если я возьму другое исчерпание, то по нему, во-первых, этот предел существует, а во-вторых, эти пределы что? Совпадают. Значит, вот давайте так поступим. Значит, пусть, скажем, ДН другое исчерпание. Другое исчерпание. Что мы можем тогда сказать? Тогда ЕН пересеченный с ДМ это исчерпание ЕН-ного. Согласны? Ну, они расширяются, и в объединении, естественно, дают все ЕН. Почему? Что ЕН под множество Е, а ДН дают в объединении все Е. Значит, это исчерпание. Но и заметьте, это все допустимое множество. А на допустимых множествах у нас все окей, все работает, все предельные переходы мы уже с вами оправдали. Значит, интеграл по ЕН ФДХ просто равен интегралу по пределу по М стремящейся бесконечность интегралов по ЕН пересеченные с ДМ ФДХ. Правильно? Это уже доказано. Для каждого фиксированного Н это уже у нас такой факт есть. Да, это как раз из предыдущей теоремы. Вот только что была теорема, которая утверждала вот это. Значит, давайте напишем из предыдущей теоремы. Поскольку функция Ф не отрицательна, вот здесь мы пользуемся тем, что Ф не отрицательна. это больше либо равно чем предел прием стремящейся бесконечность интегралов по ДМ ФДХ. Понятно, да? Я увеличил область интегрирования и поскольку функция Ф не отрицательна, я, естественно, увеличил интеграл. Конечно, априори ничего не мешало оказаться этому бесконечность. Правда? поэтому не очень ясно доказали мы, что это будет ограничено или нет. Значит, пока мы лишь установили вот такое неравенство. Но смотрите, имеет место и другое неравенство. Значит, аналогично интеграл по ДМ ФДХ оценивается пределом при n стремящейся бесконечность интегралов по ЕН ФДХ. Все то же самое повторяем и получается такая оценка. Но теперь, как мы эти два неравенства будем использовать? Мы скажем, отсюда следует ограниченность вот этих выражений. Из неотрицательности Ф следует, что эти выражения что? Не убывают. Значит, этот предел существует. Понятно, да? С другой стороны, этот предел оценивает всякое множество, всякий интеграл по множеству ЕН. А значит, и оценивает предел таких интегралов. И наоборот, всякий интеграл по ДМ оценивается пределом интегралов ЕН. А значит, что? И предел по ДМ оценивается вот этим. Значит, мы сразу из этих двух неравенств имеем два следствия. Первое, интеграл по ДМ у них существует предел, а второе, этот предел и старый друг друга оценивают сверху и снизу. А значит, они что? Совпадают. Давайте это запишем, и это завершает доказательство. Первое, интеграл по ДМ не убывают. Здесь опять неотрицательность F и ограничены пределом по ЕН FDX. Следовательно, существует предел. и второе, из полученных неравенств следует, что предел по М стоящей в бесконечность ДМ FDX больше либо равен, меньше либо равен предела по Н стоящей в бесконечность отыгралов по ЕН FDX. Но это все, что надо было доказать. Значит, получается, что эти пределы совпадают, значит, предел не зависит от исчерпания. Из полученных неравенств следует, Вот. Ну и тем самым функция F интегрируема. И, значит, вот, что еще из этого следует? Что вычислять такой интеграл можно, используя любое совершенное исчерпание, какое вам нравится. Вот давайте пример посмотрим. Ну, например, PR2 E в степени минус квадрат минус Y квадрат dx dx dy значит, вот мы хотим узнать, сходится такой интеграл или нет и узнать, чему он равен. Вот как мы действуем. сначала берем исчерпание E n это просто шары радиуса n. Значит, интеграл от этой функции по шару конечно лучше всего считать в какой системе координат. В полярной системе координат, правда? Значит, переходим в полярную систему координат. x равно r cos φ равно r sin φ и кабинет замены здесь r и хорошо видно, что наша наука не работает для замены переменных в этом интеграле. Ну как? У нас это не дефиомархизм. Вот. Все, закрываемся. Идем к следующему примеру. Значит, как с этим бороться? Ну, правильный ответ не надо с этим бороться. А неправильный ответ состоит в том, что в принципе если есть желание побороться можно. А именно надо делать в этих случаях так. Значит, ну вот здесь не можем заменить. Ну давайте значит вот проблема то, что в нуле он немножко зануляется. Ну чуть-чуть совсем, да. Значит, поэтому это не есть дефиомархизм. Чтобы он стал дефиомархизмом надо выиску сделать. Значит, вот мы взяли и сделали такую выиску. Отошли от нуля на какую-нибудь дельта. ну и здесь для красоты тоже сделали такую дельту. Вот эта область у нас отличная область. Здесь замена координат полярная. Значит, она как будет происходить? Во что ее отобразит эта штука? Значит, вот у нас есть полярная система координат φ r. То вот у нас будет ну там радиуса n у нас от n от дельта и здесь будет от нуля до 2π минус дельта. Во область. Здесь отличный дифиоморфизм. Все супер. Причем дифиоморфизм в окрестности этой штуки. Прямо как в теореме. И здесь можно сделать замену координат. А потом что надо сделать? Дельта устремить к нулю и проверить, что интегральчик справа и интегральчик слева с ними все хорошо при этом предельном переходе. Но с ним будет действительно все хорошо. Здесь явно можно посчитать и увидеть, что будет хорошо. Поэтому вот можно так избавиться от всяких особых точек. То есть если у вас появляются в области плохие точки, где зануляется например матрица и Коби и вы можете избавиться от них так вырезать, сделать замену, а потом перейти обратно к пределу, то вот в этом случае считается, в частности вот есть такая точка только одна и интегралы в формуле замены переменных справа и слева существуют, то результаты у них будут совпадать. Кстати, здесь мы пользуемся леммой теоремой, которую мы доказали про исчерпание. Что если мы допустимое множество исчерпываем, интегралы там существуют, то предел будет правильный. Обратите внимание, когда делаются вот такие обоснования, смотрите, как это делается, вот у вас множество, скажем, ну обозначим это омега дельта, это, скажем, я не знаю, там d дельта, вот вы напишите интеграл по омега дельта, у вас сойдет с правильным значением интеграла по d дельта, а дальше вы что хотите сделать, вы хотите взять и дельту устремить к нулю, спрашивается, почему вы придете к интегралу по омега и интегралу по d, если у вас вот эти выражения, которые здесь написаны и здесь написаны, они интегрируемы по омега и по d, ответ, смотри вот ту т.а.м., которую мы доказали, поняли, как дело устроено, то есть наука, я даже специально в отдельном утверждении не формулирую, потому что, ну, вы на семинарских занятиях это вообще не замечаете, у вас там семинарист сказал, заменяй, и все, сержант сказал, прыгай, ну, и все прыгнули, вот, кто с парашютом, кто без, там уже не очень важно, а, в принципе, если об этом задуматься, то, ну, вот в каких-то таких простеньких ситуациях очень легко выкрутиться, используя вот ту т.а.м., и используя вот такое выкидывание окрестности плохой точки, можно получить формулу замены переменных и для случая, когда вот так все устроено, вот, формулировка сама будет весьма грандиозной, то есть надо будет сказать, что пусть у нас по множеству омега и по множеству d существуют интегралы, там, от f от x и от f умноженные на икобиан, и пусть у нас при выкидывании окрестности получается отличный дифиоморфизм, тогда можно заменять переменные в исходных областях, вот, значит, вот это такой важный комментарий, и видно, что здесь, когда мы это делаем, мы этим вынуждены пользоваться, здесь нельзя просто вот применить ту тиарему о замене переменных, которую мы доказали. Теперь, давайте, учтя вот это замечание, значит, давайте все-таки здесь сделаем замену, во что это превратится при переходе в полярную систему координат, ну, радиус будет бегать от нуля до n, значит, фи будет бегать, давайте фи поставим здесь, от нуля до 2 пи, дфи, здесь е в степени минус r квадрат, и кабиан r dr. Понятно, да, что произошло? Значит, видно, что по фи, внутри ничего от фи не зависит, по нему можно проинтегрировать, и в итоге мы получаем вот такое выражение, значит, 2 пи интеграл от нуля до n е в степени минус r квадрат r dr. Ну, теперь вот эту двоечку присоединяя к r, мы получаем dr квадрат, это получается обычный интеграл от экспоненты, да, значит, и мы можем написать, что это будет что? пи от 1 минус e в степени минус n в квадрате. Углядели? Значит, двойку принес вот сюда, r занес под d, ну, и стандартным образом посчитал. К чему это стремится, когда n стремится в бесконечность? К пи. Поскольку под интегралом неотрицательная функция, то мы доказали, что этот интеграл сходится и равен пи. Теперь мы с вами знаем по теореме, что значение этого интеграла, как его скажем, не зависит от выбора исчерпания. Давайте посмотрим другое исчерпание. Теперь не кругами, а квадратами. Вот там пишу. Значит, рассмотрим теперь другое исчерпание дн, которое устроено так. Модуль x меньше n, модуль y меньше n. Как будет выглядеть интеграл по dn? e в степени минус x квадрат минус y квадрат dx dy. Ну, это обычный квадрат, обычный тярьм о фубине. Нам дает что? Интеграл от минус n до n dx, интеграл от минус n до n до y от функции e в степени минус x квадрат я вот так напишу умножить на e в степени минус y квадрат. По y будет интегрироваться только это экспонент а по x будет интегрироваться только это экспонент и когда мы применим теперь теоремен фубине мы что получим? Что это интеграл от минус n до n e в степени минус x квадрат dx умножить на интеграл от минус n до n e в степени минус y квадрат dy понятно да как произошло? Я проинтегировал по y получил константу ее вынес из интеграла по x под интегралом осталось e в степени минус x квадрат что будет если я устремлю n в бесконечность? с одной стороны я должен получить π а с другой стороны я получу интеграл от минус бесконечность до плюс бесконечности e в степени минус x квадрат dx в квадрате и мы с вами еще раз вычислили интеграл Элера Пуассона кстати напоминаю что завтра очередная переиздача вот в три часа аудитория кажется 13.06 я не знаю ходят ли любители ценители математического анализа на лекции но вот может они узнают об этом на самом деле ну в нашей науке мы вот вынуждены такие промежуточные шаги делать по значит вот интегрировать там как-то по областям потом переходить к пределу в более продвинутом варианте Тиаинфубини мы могли бы ее сразу применять для Р2 и это самый простой способ вычисления интеграла Пуассона вот короче не бывает все остальное это какая-то наука там какую-то гамма-функцию надо знать но кстати завтра лучше знать вот значит еще что-то там какие-то хитрые пределы хитрые представления под интегральных выражений еще чего-то а вот самый такой непосредственный прямолинейный способ это вот это ну и заодно у нас с вами такой пример применения вот этого вот этой независимости от исчерпаний что по кругам одно получилось по прямому по квадратам другой вариант а в итоге поскольку должно получиться одно и то же получили полезное утверждение вот значит теперь еще одно последнее утверждение которое часто используется это простой признак сходимости значит теорема достаточное условие сходимости значит пусть f и g определены на множестве е у этих функций совпадают наборы допустимых множеств на которых они интегрируемы но имеется в умножстве е и модуль f оценивается функцией g на e на e e и интеграл от модуля f сходится интеграл от f интеграл от модуля f сходится ну то есть вот например вы только что узнали что e в степени минус x квадрат минус y квадрат интегрируемо ну а теперь бесплатно получаете что все что оценивается этой функцией будет тоже интегрируемо понятно да единственное требование что у вас ну локально одинаковый запас должен быть интегрируемостью этих функций ну например если функция на всей плоскости она скажем почти всюду непрерывно и ограничена на каждом шаре ну вот отлично можно применять если она оценивается сверху функции e в степени минус x квадрат минус y квадрат то эта функция будет тоже интегрирована по всей по всей плоскости значит вот такой простой признак и надо сказать что почти только этим вы обычно и пользуетесь вы всегда имеете некий запас функций которые по которой вы знаете когда они как они интегрируются а дальше другие функции там более сложно устроены пытаетесь ими оценивать либо сверху чтобы доказать сходимость либо снизу чтобы доказать расходимость значит вот давайте проверим почему поймем почему это так значит в начале будем считать что пусть сначала f не отрицательна пусть сначала f не отрицательна значит вот мы взяли исчерпание en так что мы можем сказать что интеграл pn от f dx оценивается интегралом pn от g dx а у этих есть что предел и поскольку они не убывают то оценивается пределом pn от снаряющей бесконечность en g dx значит вот эта последовательность ограничена и не убывает значит интеграл pn f dx не убывают и ограничены следовательно существует предел по предыдущей теоремии это означает что интеграл от f сходится нам не надо доказывать что что-то будет совпадать где-то и так далее это уже включено в предыдущее утверждение если хотя бы по одному исчерпанию неотрицательной функции существует предел но то все классно теперь возникает вопрос но это было все сделано для неотрицательных функций то есть смотрите что мы доказали мы фактически доказали что интеграл от модуля f dx интегрируем понятно да то есть теперь переходя к общему случаю мы с вами вот этим доказали что модуль f интегрируется по e теперь ну это конечно хорошо но как из интегрируемости модуля f извлечь интегрируемость f значит в общем случае мы уже знаем что интеграл сходится что интеграл от модуля f до x сходится понятно да мы просто применили это утверждение не к f а к модуль f и по доказанному мы понимаем что этот интеграл есть как бы нам теперь понять что f интегрируем но смотрите f всегда можно представить как f плюс минус f минус помните такую фишечку значит f плюс это максимум из f и нуля а f минус это максимум из минус f и нуля ну как это отрицательная часть правильно ну а что мы можем про f плюс и про f минус сказать это не отрицательные функции и более того каждый из них оценивается модулем f правда опять применяя только что доказанное мы получаем что f плюс и f минус интегрируем ну а тогда их линейная комбинация конечно тоже интегрируем потому что если последовательности сходится то сумма их тоже сходится ну и разность тоже сходится вот давайте я запишу следовательно интеграл по f плюс dx сходится и интеграл по e от f минус dx тоже сходится ну а следовательно интеграл по e f dx который конечно равен разности f плюс dx минус интеграл f минус dx сходится надо иметь ввиду что здесь конечно некое лукавство есть потому что фактически здесь я имею ввиду следующее что если я возьму исчерпание то предел по исчерпанию это разность пределов по этому исчерпанию для f плюс и для f минус мы отдельно с вами не доказывали там свойства линейности хотя оно должно быть вам в общем очевидно что когда вы строите некий интеграл по предельным переходам то все что было до предельного перехода в плане линейности и монотонности естественно сохраняется вот значит вот теперь есть такое простое простое утверждение позволяющее проверять интегрируемость есть ли вопросы по нему ну давайте тогда еще один примерчик построим чтобы можно было пользоваться для того чтобы сравнивать с разными функциями значит еще один пример ну давайте тоже пусть будет значит множество е это x такие что модуль x больше нуля меньше единицы а функция будет такая f от x это будет 1 делить на модуль x в степени p значит ну модуль x это норма x давайте я две палочки поставлю вот 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 хочется выяснить при каких p это интегрируемо по вот это умножить как это делать как это делать ну надо посмотреть интеграл по исчерпанию какое будет исчерпание это меньше единицы и больше одной n вот так будет например исчерпание значит здесь будет dx ну давайте так напишем 1 на норму x dx в степени p теперь бы надо перейти к полярным координатам но только проблема в том что ну вы видели наверное в задачнике там формулы написаны их воспроизвести невозможно вот но как они устроены эти формулы там есть как и положено радиус и есть некоторый набор уголков правильно а сами замены ну они как-то устроены эти замены нас не очень должно волновать потому что у нас ничего кроме радиуса под интегралом нет да но есть якобиан этот якобиан устроен так это радиус а здесь дальше стоит какая-то функция от φ 1 так далее φ n-1 радиус в степени n-1 для нас с вами в этой ситуации совершенно не важно как устроена эта функция ну какая это функция тем более что мы от нее там модуль какой-то поставим в общем какая есть такая есть значит если мы сделаем замену перейдем в эту систему координат что у нас превратится во что превратится этот интеграл он превратится в интеграл по φ 1 φ n-1 я даже я даже не буду думать где они меняются где-то меняются вот значит d давайте я дайте дфи 1 д φ n-1 потом будет интеграл от 1 от 1 до 1 по радиусу до r а что же надо будет интегрировать значит во-первых функция 1 делить на r в степени p а во-вторых модуль икобиана r в степени n-1 и модуль вот этой самой функции g от φ понятно как получилось теперь я естественно вижу что вот здесь от φ ничего не зависит поэтому отправляю это к интегралу по φ я интеграл по r оставляю значит у меня получается какой-то интеграл по углам от модуля g от φ d φ1 d φn-1 умножить на интеграл от 1 n до 1 чего значит будет 1 делить на r в степени p минус n плюс 1 dr r правильно теперь мы сейчас вернемся к тому что вот это такое можно ли откуда-нибудь узнать чему это равно ну не вычисляя естественно вот это мы поймем но это просто некое число причем ненулевое ну потому что странно было интеграл положительной функции нулем отказаться не может значит это какое-то фиксированное ненулевое число оно от r не зависит от n а слушайте у нас все наука погибла у нас как в том армейском анекдоте n мало возьмем m танков так m здесь m ну потому что с размерностью начала путаница я до этого она была и до этого путаница но я когда заметил решил что уже поздняк метаться и что по ходу дела разберемся но вот здесь они наконец столкнулись то есть так вот было все благополучно но вот здесь они оказались вместе значит ну что можно сделать смотрите возникает вопрос когда у этого есть предел когда мы m стремим бесконечность но это про что вопрос когда интеграл от этой штуки сходится где в нуле значит и так сходимость этого интеграла значит сходимость интеграла от 1 на норму х в степени p равносильно сходимости интеграла вот такого а это все знают когда сходится так кто кто сдавал недавно его сдали не глядя он даже не был готов к такому он там уже прикорнул малость мечтает что скоро обедать пойдет а тут ему говорят давай когда сходится и все так ну что когда сходится конечно слушайте я же вам рассказывал вот у вас сейчас проходят встречи с кафедрами а у нас была встреча с кафедрой математического анализа когда учился и нам например я не знаю как вам но нам вот ректор разрешил обедать вместо лекций ну тогда перерывов не было вот поэтому у вас когда будет встреча с кафедрой математического подумайте может что-то надо это договориться там лекции покороче перерывы подлиннее вот так ну что что должно быть это должно быть меньше чем единичка правильно ну большие степени плохие да а маленькие наоборот хорошие в том числе отрицательные хорошие значит получается что p должно быть меньше n ну например для размерности 1 получалось как раз p меньше единицы но для размерности 3 уже годится поменьше тройки то есть например 2 годится чего в одномерном случае не было но это из-за чего так происходит из-за того что выныивает вот этот вот якобиан и помогает интегрируемости на самом деле вот теперь давайте попробуем вот последний что их осознать а вот все-таки вот это вот это что такое но для того чтобы понять что это такое давайте ну по шару единичному проинтегрируем вот что будет если просто единичку проинтегрировать по единичному шару вот смотрите что будет если взять единичный шар и проинтегрировать единичку с одной стороны будет естественно что объем единичного шара а с другой стороны будет если перейти в полярную систему то будет интеграл по вот этим самым фи 1 фи n минус 1 там g от фи д фи на что на интеграл от нуля до единицы что-то не так все хорошо значит от r в степени n минус 1 d r чему равен вот этот интеграл там желающие обедать чем быстрее скажете тем быстрее пойдете значит 1 n он равен правильно вот значит что получается что вот это такое это объем единичного шара умножить на n вот если этот объем единичного шара обозначить омега n то вот эта штука это просто n на омега n и заодно мы с вами теперь умеем переходить в полярную систему координат когда под интегралом стоит радиальная функция и это на самом деле почти все типичные ситуации когда это надо уметь делать то есть если под интегралом стоит функция нормы x и вы интегрируете скажем по шарику радиуса r то как будет выглядеть переход будет так n омега n интеграл от нуля до r f от r r в степени n минус 1 dr и это сама по себе весьма полезная формула потом мы с вами узнаем что у этого есть еще смысл некоторые а именно это связано с интегрированием по поверхности единичной сферы вот и мы сумеем это как-то ну придать другой смысл а пока вот такая очень изящная формула которую надо пользоваться она много чем полезна вот значит в заключении этого разговора последнее утверждения без доказательства значит пусть f умножает e в r у f и модуля f одинаковый запас одинаковый давайте напишем набор допустимых множеств на которых они интегрируемы тогда интеграл по e fdx сходится тогда и только тогда когда сходится интеграл от модуля fdx и это утверждение завершает эту всю науку потому что в отличие от случая одномерного никакого отдельного исследования для условной сходимости или абсолютной сходимости не нужно вы на самом деле всегда исследуете абсолютную вот есть простой способ это исследовать есть теорема есть два примера вот этот пример уже очень используемый с чем сравнивать функцию чтобы доказать что не собственный интеграл сходится 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 Продолжение следует...